здравствуйте друзья у нас на той неделе закончился шатдаун то есть на три недели выписали денежку чтобы правительство могло функционировать сенаторы конгрессмены пытаются прийти с каким-то компромиссным вариантом законодательства трамп грозится что если они не придут ни к чему он опять устроить шатдаун или ведет чрезвычайное положение и так далее тогда и но на самом деле вот все то же самое что и раньше был на самом деле еще тоже получается такая история что мало кто верит что они в состоянии прийти к какому-то компромиссу какому-то компромиссу и проблема здесь не в том что они не в состоянии а проблем то что президент должен подписать для того чтобы президент подписал это должны одобрить крайне правые в республиканской партии которые компромиссов в принципе не признают то есть понятно да то есть должен достигнуть комптор быть достигнут компромисс с теми кто никаких компромиссов в принципе не признает а признает только капитуляцию и вот тут такая как бы вилка то есть ну пусть пусть работают мы не будем там заранее да но всяком случае вот такая вот история значит одним из уроков этого шатдауна стало то что законодатели наши пришли к мысли о том что надо бы законодательно исключить возможность шатдаунов то есть если есть расхождение по бюджету и стороны не могут договориться то тогда бюджет прошлого года распространяется так сказать на нынешний год до того момента пока договорятся то есть как бы наказание за недоговоренность а она как бы незначительное конечно бюджет каждого следующего года он немножко больше чем бюджет предыдущий поэтому конечно надо было бы вот увеличить но во всяком случае это не приводит к тому что что-то такое там захлопывается людей не то что сокращают но им говорят не ходите на работу вот сидите дома и так далее так далее вот вот чтобы без этого там даже предусмотрены такие меры но еще нет законопроекта но вот в обсуждении то что они говорят что то если за полгода не договориться тогда бюджет снижается на один процент для мотивации вот а если еще 90 дней вот за каждые следующие 90 дней значит еще процент но вообще говоря один процент 90 дней так знаете три месяца это можно целый год быть без бюджета и там практически не заметить это это конечно может быть слишком мягко но такая пока история с этими шатдаунами сидит на читам целая группа народу их уже много так называемых к спонсоров законопроекта по поводу того чтобы запретить шатдауны в принципе то есть шатдаун это не путь решение вопрос есть разные оценки экономического ущерба который нанесен стране ну вот прямой как бы есть такая служба там при конгрессе но она как сказать не официальная но она есть вот и она все время там оценивает стоимость там законопроекта такого сякого изменений всяких законодательных и так далее вот они посчитали что ущерб был нанесен в 3 миллиарда есть другие оценки которые там были что 6 миллиардов и этот самый вот конгрессional баджет офис который сказал что 3 миллиарда они сказали что это прямой ущерб а косвенный оценить они затрудняются дело в том что тут помимо прямого или косвенного материального ущерба есть еще другой ущерб на самом деле это ущерб морально это то что влияет на настроение людей на их желание и способность пойти что-нибудь купить или там вложиться во что-то и так далее так далее очень серьезная экономическая категория вот и все это довольно дорого встало во всяком случае в краткосрочном аспекте президенту и его там те кто поддерживает то есть кардинально увеличился почти удвоился разрыв между теми кто одобряет и не одобряет на его деятельность на посту президента так что в общем такая вот история причем за короткий промежуток времени там за месяц буквально это все произошло и я не знаю насколько он в состоянии устроить чрезвычайное положение или очередной шатдаун мы не знаем он грозится вот посмотрим но как бы то ни было не чрезвычайное положение не очередной шатдаун не дадут ему дополнительных очков в глазах людей которые как бы так не зомбированы этим всем то есть те которые зомбированы им все хорошо и в радость вот а все остальные нет так что тут еще есть интересная фишечка есть такое понятие как мобилизация твоего как твоей базы избирательной да вот есть такое такое понятие избирательная база и избирательная база может пойти на выборы или не пойти то есть мы вот когда ночь не мы вот я не политик на политики к ним обращаются и пытаются их как-то возбудить запугать может быть где-то или вдохновить наоборот по разному и тогда те идут на выборы но вот если допустим удвоится количество афроамериканцев которые пришли на выбор то мы понимаем что удвоится количество голосов поданных афроамериканцами за там скажем демократ аналогично там на консервативном фланге тоже то есть такие там 40 процентов населения страны вообще на выборы не ходят вот на эти 40 процентов обращаются значит взоры и их присутствие или отсутствие на избирательных участках очень очень много таскать значит так вот получается такая история что с одной стороны трамп он ну как сказать запаляет вот эту свою избирательную базу с факелом там бегает суду поджигает его база приходит в невероятный экстаз и они как бы вот то есть это позволяет ему удерживаться на каких-то позициях среди своих вот и какой-то шанс ему дает казалось бы на следующих выборах но тут проблема этого всего для него состоит в том что запаляет он не только свою базу но и противоположную то есть скажем если в своей базе у него такое радостное таскать ощущение что свой пацан того все такое то в противоположной базе ощущение такое что отходить на выборы потому что такое дух продолжаться не должно то есть как бы он не только своих на участке приводит но и враждебных тоже противоположных и мое такое как бы субъективное мнение состоит том что опросы общественного мнения которые пользуются большим вниманием со стороны читателей там всяких средств массовой информации комментаторы комментируют все это там интегрируют какие-то коллективные там процессы кривули и там и так далее это все очень такой большой бизнес но дело в том что они как бы создают настроение перед выборами и как бы влияют на эту самую базу избирательную в отношении того что идти не идти срочно несрочно там опасно не опасно что происходит и так далее например вот во время голосования великобритании там за брекзит или против брекзита все знали что брекзит не пройдет ну то есть там было на несколько процентов больше людей говорили что они против брекзита и так далее и это некоторым образом скорее всего повлияло на то что охладилась как бы аудитория то есть ну чё я пойду когда понятно что и так значит мы в порядке а потом раз вот они не пришли причем их много не пришло и в итоге значит страна вот до сих пор там разбирается с этим брекзитом и мы не можем сказать с уверенностью но как бы есть подозрение такое что если бы люди которые не пришли знали что брекзит будет они может быть пришли бы его бы не было такой вот эдипов комплекс такой да то есть вот и у нас тоже самое здесь происходит все знали что у трампа шансов нет ну то есть их отцели там типа 20 процентов по 17 процентов но все знали и собственно и и трамп знал он рассказывал об этом то есть понятно было что никак но каким-то образом видим вот эти вот прогнозы охладили энтузиазм масс во всяком случае протестный энтузиазм охладили люди там я не знаю на дачу они поехали ли в пив-баре сидели там кто как может там на лыжах куда но не пришли то есть как бы и вот эта вот штучка вот эта . она фишечка она как раз и имеет большие шансы на то чтобы отработать в на выборах 2020 года то есть тут уже не отоспишься понимаете то есть он как бы с одной стороны трамп своими усилиями поддерживает своих в каком-то состоянии таком поддержки его но в то же время он добавляет к добавляет на на другую чашу весов и та чаша весов она мощнее в том смысле что база демократов база существенно больше другое дело что она менее активно она менее активно но она больше плюс независимые которые в общем то все решают по большому счету как бы их голосами избираются президент так что и независимые сейчас очень и очень сильно как бы против вот эта протестность нарастает вот в частности вот этими вот шатдаунами неуместными там и так далее вот вот это все нарастает как называется дисфанкшенал не функционирующая власть да так что вот такая такая интересная ситуация было непонятно вообще сколько продлится эта история с шатдауном потому что там трамп клялся что там вот столько насколько пока ему не дадут там вот он будет значит шантажировать всю страну и так далее но выплатили последний платеж футстэмпами друзья вы представьте себе 40 с лишним миллионов человек в стране получают футстэмпы даже работающие но скажем они работают но детей много и так далее им дают футстэмпы и 40 миллионов человек получили футстэмпы она следующий заход нету денег не было больше на футстэмпы поэтому то есть там могли быть очень какие-то большие серьезные проблемы но вот вот так значит вообще было бы неплохо если бы вот эти вот экстремальные средства были исключены из оборота вот то что хотят закон о недопустимости шатдауна при бюджетных делах это неплохо это неплохо злоупотребляют вот за последние лет пять наверное уже раза боюсь соврать 3 или 4 так точно а мы попадали в такую ситуацию и помню в тринадцатом по вам году когда том круз это для снятия тэд круз а сенатор вот из техаса он устроил такую обструкцию значит он требовал знаете чё он требовал чтобы обама убрал из бюджета расходы на обама керр то есть стране есть закон соответственно с этим законом значит там высчитываются бюджет он говорит не подпишем бюджет не примем бюджет пока не уберут оттуда обама керр то есть какое-то абсолютное безумие которое не только демократов удивило но даже руководство республиканской партии которая понимала безумие этого всего и так далее кончилось это тем что международные рейтинговые агентства был шатдаун снизили рейтинг соединенных штатов тоже если страна имеет проблемы с тем чтобы платить по обязательствам понимаете вот снизили рейтинг это значит что если страна хочет что-то под занять то она будет под занимать под более высокий процент но и так далее то есть я просто рассказываю про деструктивность вот этого бардака и конечно они отступили и собственно как бы обама не то что там это его желание но стране есть закон если ты например против обама керр ну прими закон отменяющая баба керр не можешь принять закон ну ссоре ну значит не можешь ну что ж теперь делать значит не можешь а то лигать нет вот против закона закон г давай деньги а а мы не дадим вот пусть отменят это это вот то же самое что сейчас происходит забор забором он там кому-то обещал ну да за него какое-то там меньшинство проголосовала не не то чтобы он там как-то сильно победил по голосам избирателей то есть просто проиграл 3 миллиона то есть он в этом смысле нелегитимен только что были выборы в конгресс вот только что прошли где потрепали и и трампа и республиканцев целом очень основательно так че тут с местом плохо и так далее ну чё ты ну ну правда и люди должны зарплату не получать и чтобы на миллиардные убытки должна страна нести из-за чего в общем такая вот фигня получается друзья вот так вот приезжаешь иной раз на работу и паркинга нет а чё паркинга нет я не знаю что они там перегородили наверно из-за этого ладно пойдем демократически парковаться туда где студенты паркуются так тут место то есть а может казаться что и тут не очень смотрите как они смотрите как они тут все наперегораживали ну хорошо друзья я пошел на поиски а мы с вами тогда пока прощаемся а